Пам, пока-пока! Пока-пока! Зад, пока-пока! А мы собираемся. А вот и я. Едем на выходные в Брюссель вместе с друзьями. Такая неожиданная споездка. Мини-отпуск редкий. И единственное, я немножко расстроилась. Сегодня в детском саду у Мироси как раз-таки праздник осени. И мы очень готовились к нему. И сделали ежика из шишек. Ну, в принципе, праздник будет всего минут 15, потому что детки совсем маленькие. Но бабушки, я думаю, пойдут вместо нас с мужем на этот праздник. Я, конечно, расстроилась все равно, потому что очень хотела. Это будет первый детский праздник. И вот я пропускаю его. Ну ладно, скоро новогодние праздники. И что, в самолете читаю журнал? Понравились слова. А вот мы зашли в наш номер. И посмотрим, что видно из окна. И сейчас встречаемся вместе с друзьями. Идем гулять по городу для обеда. Мы идем к месту назначения. Пользуемся картой. В городе очень тепло. Мы думали, что надеть. Выбирали между паркой, не знаю, пальто, каким-то теплым, не знаю, пуховиком. А сейчас наши мужья и тут просто в рубашках, а мы вот в шумейках. Ну, на самом деле, так очень-очень жарко. Нам можно и снять, на самом деле. Мы с подругой сейчас шли, разговаривали. И когда я увидела эту красоту, у меня пропал удар плечи. Мы просто замолчали. Стоим как в копанах, любуемся. Но, конечно, как всегда, видео не передает все атмосферы, красоты. И вот второй день пребывания в Бельгии. Мы решили из Брюсселя на поезде отправиться в Брюге. И я, конечно же, дам встречу с Аней, Энни Купи. И даже взяла подарочек для нее от «Моя история подфолио». Надеюсь, ей понравится. И вообще, я очень ждала встречи. После Питера, конечно, нереально смотреть на такие красочные пейзажи, потому что у нас, конечно, серость. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Покупаем друзьям и родным конфетки. Аня посоветовала фирму вот эту. Ого, какие вкусненькие, крупненькие. Да, классно. Мы выбрали коробочки с Микки Маусом. Сейчас покажу вам разные выбрали конфетки. Микки Маус, нам больше всего понравились. Эти коробочки, комиксы. Слушайте, девочки, скажите, вот кто работает в сфере питания? Вот девушка, например, кто целый день наедине с огромной количеством конфет. Вот как вы держитесь? Я не представляю. Без соблазнов еле держимся, а когда тут такие соблазны кругом, вот не знаю, расскажите, интересно. Завтра мы уже улетаем в Санкт-Петербург. Вообще поездка очень понравилась, и город понравился, хотя мы даже посетили и Брюссель, и Брюги, как вы уже поняли. И мне понравилось, что мы поехали вместе с друзьями, и когда едешь с кем-то, то обычно всегда веселее и разнообразнее проходит досуг. Кстати, я вам хотела рассказать, поделиться. Может быть, кто-то еще не знает, а кто-то, конечно же, уже в курсе, кто следит за мной в Инстаграме. Дело в том, что с недавнего времени я начала писать посты. И структурировала их, сделала их полезными и информативными. В общем, я сейчас учусь писать. Учусь писать четко, емко, лаконично, и самое главное, чтобы было интересно вам читать. Надеюсь, у меня получается. Я уже несколько тем в своих постах с вами обсудила. И тему интерьера, и тему делового стиля. И, кстати, завтра в самолете я напишу топ-5 способов провести время в самолете с пользой. В общем, такие я стараюсь посты писать, после прочтения которых вынести что-то полезное. Потому что не все любят просто фотографии смотреть. Многие любят обязательно что-то почитать на ходу, быстренько. Кстати, я написала тоже и про то, как все спеть с двумя маленькими детьми. Тоже какие-то советы свои дала. В общем, начала писать. Так что, кому интересно, обязательно следите и за моей страничкой в Инстаграме. Сейчас собираемся вручить Миросе из латочки подарочки, которые мы купили в аэропорту. Так, по магазинам мы вообще не ходили в Брюсселе. И мы хотели купить героинь холодного сердца. И думали, что это они в торопях взяли. Сейчас я достаю и понимаю, что это Анна из холодного сердца. А это Золушка. Но она очень похожа на старшую сестричку Анны. Эльзу ее, по-моему, зовут. Что так? А мы с Максимом даже знаем, с моим мужем, что этого снеговичка зовут Олаф. Сейчас покажу вам, что делает Яна. У нас... Какая красота-то какая. Яна сидела со Златочкой. И вот такие конфетки. Это, кстати, вот Аня привезла мне. Да? Я их заберу себе. Совсем разные. Вон там даже слоями они. Знаешь, только магазины там каждую конфетку кладут индивидуально. Какую ты просишь, такую кладут. Например, там нет две беленьких, две, там, не знаю, темный шоколад. Две с такой начинкой. Вот так вот их наборные. Классно. Это тыква к Хэллоуину. Тематическая конфета. А это такое? Черная, какая тематика праздника. Тебе точно надо снимать влоги. Он снимается. Или, может быть, к этому времени он уже даже на твоем канале. Да, да, да. Может быть, он первый выйдет. Яна рассказывает, как они со Златой проводили время. Злата играла в Iron Game. Ого, получилось. Сейчас мы едем в Москву. Впервые я буду ехать в таком купе. Мы специально с мужем выбрали такое купе, чтобы выспаться, чтобы всю ночь ехать и спать. Обычно мы едем на Сапсане. Это быстро. А тут всю ночь будем ехать. Нас пригласили в Москву на презентацию Aston Marty DB. Что, оденете? Да. И едем на выдачу моей новой машинки. А вы же наши, молодцы. Цвет здесь. Если вы хотите, можете сделать софиточки себе. То есть вот такая у нас она создается. Здесь у нас находится санитарная гигиеническая комната, наоборот, душевая кабина с санузлом, с подогревом. На данный момент они включены. Если вам это не нужно, мы можем подключить. То есть вы по своему усмотрению можете этот процесс регулировать. Текстильные принадлежности, халаты. Здесь вы найдете набор гигиенической косметики. А, слышите, фен есть даже? Да, а я взяла фен. Есть щеточки, зубная паста. Кран у нас сенсорный. Все здесь уже украшено. Здесь тоже сенсорное все. Отлично. Это у нас стандартное дело. Заказали ужин. Максим сейчас заполнил бланк с адресом, куда нам нужно ехать. Представляете, предоставляется машина прям от поезда до места назначения. То есть входит эта услуга. Как удобно. Можно выспаться, а утром привести себя в порядок. Тут даже шампунь и гель от Локситан, который я люблю. Надо же. Все, настроение замечательное. Доброе утро. Я даже в поезде сделала сейчас свою любимую укладку. Брала с собой плойку. Сейчас будем завтракать, кушать омлетик. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры Admiral K. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас я вам покажу свой ужин Так, если видно Это морковка, сельдерей и зеленое яблочко Очень классное сочетание Прям ем и радуюсь, что сделала такой выбор А не сэндвич Это я прям на заправке купила Первый день на новой машине Буду сейчас ехать И так волнительно Посмотрите, какая еще погода вдобавок Поэтому буду себя чувствовать так, как будто я впервые за рулем А сейчас я буду, кстати, в машину раскладывать все вещи из прошлой машины Пакетики я принесла Так, посмотрим, что тут Аромат Мои ключики Жвачки всякие Салфетки Очки Еще Туалетная вода Просто вода Ой, слушайте, блески для огур Жвачки Не знаю, сколько всего оказывают Вот, шоколадки для моих пассажиров Расческа Чего тут только нет О, черепашка Миросина Мы как раз ее искали Сейчас пойду отнесу, Миросина Так, из Старбакса Звездочки Так Крабики, конечно же Сейчас я все это буду раскладывать в машину Еще одни темные очки Куча резинок Разных Невидимок резинок Я вижу Еще одни очки Еще Четыре У меня тут пара очков Так Крем для рук, конечно же Ох-ох-ох Ну ладно В общем, буду сейчас заниматься приятными делами Для губ Увлажняющее средство Так что так Сейчас все буду заполнять Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...